МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На территории Дмитровского района сейчас реализуются три крупных дорожно-строительных проекта. Полным ходом идут работы по возведению участка центральной кольцевой автомобильной дороги. Основное назначение ЦКАД А-113 – это разгрузить федеральные трассы, Московское Малое Кольцо А-107 и МКАД. ЦКАД проложат в основном в обход населенных пунктов и сделают широкой до четырех полос в каждую сторону. На пересечении с федеральными и региональными дорогами планируется сооружение многоуровневых транспортных развязок. Длина будущей трассы – 525 километров. Заказчиком данного проекта является государственная корпорация Росавтодор. Они отчисляли проектирование, ну и, соответственно, они генеральные заказчики. Дорога, наш участок, который проходит по территории Дмитровского района, проходит от Ленинградского шоссе М-10 и имеет протяженность до трассы М-7 Москва-Нижний Новгород. Наш участок имеет номер 3, пусковой комплекс номер 3 он называется. Строит его дорожно-строительная компания «Автобан». Это очень знаменательная компания, она имеет большой опыт, практически в работе. Много объектов уже по Российской Федерации построены. Знаю, что они участвовали в строительстве дорожной инфраструктуры в Олимпиаде в Сочи, вот они были одни из ведущих производителей работы. В октябре главгосэкспертиза одобрила проект третьего этапа строительства участка ЦКАД в Подмосковье. Работы на третьем этапе будут вестись на участке, который соединит автомагистрали М-11 и М-7 и пройдет по территории Солнечногорского, Дмитровского, Пушкинского, Щелковского, Ногинского районов и городского округа Черноголовка. Протяженность отрезка составит 105 километров. Самым крупным и сложным искусственным сооружением дороги станет мост через канал имени Москвы. Он будет иметь протяженность 1,5 километра. Изучив представленные материалы, эксперты главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация третьего этапа строительства ЦКАД соответствуют требованию технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также установлено, что смертная стоимость строительства определена достоверно. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения. Сложности были, во-первых, с подготовкой трассы, когда было отчуждение, полосы отвода, много было вопросов с компенсацией имущества. Это уже на стадии подготовки территории занималась компания «Росавтодор». Потом стали вопросы с переносом коммуникаций. Была часть коммуникаций, которые никому не принадлежали или не оформлены. А в итоге все равно их надо выносить и переносить. Ряд вопросов такие, которые по несанкционированным примыканиям. Многие СНТ, которые в свое время землю получили, СНТ построили, а выезды не оформили. То есть подъезды к СНТ оказались не оформлены. И эти вопросы еще есть, они стоят. Но мы все равно стараемся их решать. Совместно работаем ни с заказчиком, ни с производителем работаем. Проект предусматривает подготовку территории для строительства дороги, переустройства инженерных коммуникаций, сооружений, систем и другие работы. Так, в деревне Селевкино-Дмитровского района будет построена башня сотовой связи высотой 70 метров. В том же районе при переустройстве линии электропередачи планируется перенос на новое место трансформаторной подстанции 368 в Сельково. Финансирование работ будет производиться за счет средств из федерального бюджета. На 47-м километре Дмитровского шоссе подходит к концу возведение масштабной развязки. После реконструкции Дмитровка, обещают авторы проекта, станет одной из самых быстрых и современных бесцветофорных трасс в Московской области. Одним из этапов выполнения этого обещания дорожников станет строительство развязки на Дмитровском шоссе с А-107 у бывшего поста ДПС, который затронет территорию сразу двух городских поселений – Икше и Некрасовский. На данный момент сделано практически уже, наверное, 97% строительства автомобильной дороги. Мы сейчас запустили уже транспортную развязку, рабочие движения. Движение уже прошло, пробку, из-за которой машины стояли, она уже ушла, светофорного объекта нету, машины едут уже по прямой. Сейчас осталось только сделать у нас дополнительные полосы дублеры, которые у нас, в принципе, сделаны. Мы доделаем там тротуарную часть, барьерное ограждение. И, в принципе, мы должны до Нового года запустить полностью всю развязку. На сегодняшний день выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций, которые проходили вдоль участка Дмитровского шоссе, подлежавшего реконструкции. Завершено строительство путепровода через Дмитровское шоссе. Устанавливаются шумозащитные экраны. В целях улучшения пропускной способности и ликвидации русских мест, из-за которых происходят заторы, проектом предусматривается увеличение количества полос с четырех до шести, по три, в каждую сторону. Также в местах примыкания других дорог предусматривается устройство дублеров. Ликвидация всех существующих светофоров на этом участке дороги и строительство надземных пешеходных переходов с лифтами для маломобильных групп населения сделают пересечение двух больших трасс практически незаметным для автомобилистов. Дорогу вам делают, но вы недовольны? Во-первых, мы исключительно благодарны тому, что наконец-то идет к завершению строительства этой развязки, поскольку два с лишним года были закрыты грузовые ворота на предприятии. И, наконец, откроется в ближайшее время движение. Но, глядя на темпы строительства и на техническое состояние дороги, мы приходим к выводу, что, выполняя по проекту дорожное полотно, автомашины будут находиться в исключительно скверном состоянии. Они могут упасть на вновь построенное Дмитровское шоссе. Слишком большие уклоны и слишком большие радиусы поворота для грузовых многотоннажных автомашин. По словам других предпринимателей, ключи предприятия, расположенные вдоль этого участка Дмитровского шоссе, дорожники просто замуровали их, устанавливая вдоль дороги шумозащитные щиты. На многократные указания на проект, в котором четко обозначено строительство въезда для владельцев и клиентов, стоящих у шоссе предприятий, дорожники отвечали утвердительно, обещали, что проезд все-таки будет, но ничего для его строительства не сделали. Меня зовут Алексей, Алексеев Алексеевич, я генеральный директор ООО «Профстрой», арендатор этого земельного участка. Договор у нас заключен на 49 лет, зарегистрирован в рекпалате. Но на сегодняшний день, в связи с тем, что дорогу у нас обрезали, въезд перекрыт, нет возможности вести никакую деятельность, нет возможности развивать дальше бизнес. Дорожники обещают в ЕС, жизненно необходимый некрасовским предпринимателям и предусмотренный изначальным проектом сделать. Но местные владельцы земельных участков и организации малого бизнеса этим обещаниям уже не верят, потому что видят, как дорожники делают прямо противоположное. Сейчас группа предпринимателей городского поселения Некрасовский собирает материал для похода за справедливостью в суд. Надеемся, стороны сумеют договориться уже в ближайшие дни и федеральные дорожники выполнят в полном объеме взятые на себя обязательства. Третий дорожно-строительный проект реализуется на участке федеральной трассы А-108 от Поддубок до 10-го километра. Там идет капитальный ремонт дорожного покрытия с созданием дополнительных дорожных полос. Правда, этим летом особой активности в этом районе дорожников замечено не было, но времена нынче непростые и задержки с выполнением графика работ вполне объяснимы. Плотина старая и были вопросы и проблемы после проведения экспертизы к состоянию водосбросов. Вот поэтому технически было принято решение поднять дорогу, чтобы давление на водосбросы снизить. Вот этот проект сейчас реализовывается. Ориентировочный срок окончания работ четвертый квартал этого года. Проект крупный. Заказчиком работы выступает федеральное учреждение Центр Автомагистраль, главный подрядчик компании МСК Групп. Первые работы начались в конце 15-го года. Сначала была выноска осей, создание геодетической разбивочной основы. Проект не только крупный, но и сложный. На плотине земельные работы проводить приходилось очень осторожно. Капитальный ремонт дороги ведется от деревни Подубки до 10-го километра, по длине это чуть более 6,5 километров. Бюджет проекта 870 миллионов рублей. Из них в 2016 году выбрано 530, остальное перешло на 2017 год. Помимо дополнительных полос, в районе Жестылевской плотины будут скоростные полосы возле крупных населенных пунктов для торможения или разгона транспорта. В районе Жестылева проектом предусмотрены тротуарные дорожки для пешеходов. Будет новая разметка из термопластика. Редактор субтитров А.Семкин